Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. На этой неделе у нас две недельные главы. Вагерия Пкудей. Глава Пкудей. Итоги. Написано вот итоги. Сооружение сорта свидетельства. Это Мешкан. Первый храм в пустыне. После этого эти предметы перейдут в стационарный храм. Который будет через много лет построен царем Шлома. С помощью того богатства, которое подготовил еще царь Давид. Что у нас за итоги? Смотрим. Золото, серебро и медь. Это было три металла. Вспоминаем. Куда у нас пошло золото? Всевышний нам сказал собрать. Мы собрали. Использовали золото. 29 кекаров. 730 шекелей. Вот так. Раши пишет. Один кекар около 44 килограмма. Так пишет. Куда пошло золото? Что мы из него изготовили? Оно пошло только на сам храм. В первую очередь сделали сам храм. Взяли 48 деревянных балок. Высотой 10 локтей. Шириной 1,5 локтя. Толщину мы не знаем. Из преданий арабец. Как Зибирь. В православной памяти говорит. Был один локоть. То есть такая балка. Можете представить. 5 метров. Высотой. Шириной 75 сантиметров. И толщиной полметра. И покрыли каждую балку золотом. Расплющили золото в листы. Покрыли. Если не брать торцевые части. То сама балка. Это будет размер 5 метров. На 2,5 метра. Такой лист. Вот таким листом уже берут такую балку. Естественно. Что вверху и внизу тоже. Торцевые части были золотые. Вот таких у нас балок 48. 20 с одной стороны. 20 с южной стороны. 20 с северной стороны. 20 с северной стороны. 20 с шатра. И восточной стороны. 8 балок. Все вот это. Покрыто все золотом. И попарно. Каждая балка соединена вверху. Одним кольцом. Вот 24 кольца. Допустим соединяет эти балки. Потом. Куда у нас еще пошло золото. У нас были. 4 столба. На которых висел занавес. Оделяющийся святилища. Цветая святых. Тоже они высотой. Получается. Как сам шатер. 5 метров. И покрыты они были. Золотом. Тоже. Куда у нас еще золото пошло. У нас. На потолке. Идет. Громадное полотнище. Состоящее из 10 полотнищ. Каждое полотнище идет. 28 локтей в длину. 4 локтя в ширину. То есть представим. 14 на 2 метра. И таких 10. И сделали. Из этих 10. 2 по 5. Полотнищ. Таких больших полотнищ. И соединили их. Золотыми крючками. Это же хорошие. Крепкие крючки. Потому что это очень тяжелое полотнище. Которое растягивается. Веревками. Оно не может быть тоненькое. Знаете. Крючки тоже. Сильные. Чтобы выдержали. Золото. Мягкий металл. Вот. 50 крючков сюда ушло. Потом. Стены. Скреплялись. Еще. Кроме колец. Баллы. Такими. Называются. Засовы. То есть. С каждой стороны шатра. Было по 5 засовов. 5 на одной стороне шатра. 5 на другой. И на задней стенке. Тоже 5 засовов. Это тоже деревянные. Дерево шатим. Засовы. Покрытые золотом. Кроме того. Они. Вставлялись в кольца. В золотые кольца. Можете представить. 15 засовов. То есть. Как минимум. Получается. 30 золотых колец. Это тоже что-то не тоненькое. Потому что. Крепление. Тоже много золота ушло. Потом. Чудо засов. Центральный засов. Который прокрыл сквозь все балки. И с конца в конец. То есть. Представим себе. 36 метров. Такой засовчик. Покрытый золотом. Деревянный. Не знаем. Как он там закрывался. Заходил внутрь. Это было невероятное чудо. Его и никто не мог собрать. Пока все выше его не закрыли. И его называют. Центральный запор. Равнивают его с Яковом. Который скребляет весь еврейский народ. Дальше. Что у нас еще из золота сделано. Когда мы входим в шатер. Стоит пять столбов. Покрытые золотом. И это золото. Не простое листовое. Это золотые нити. Оббиты золотыми нитями. Это красота неимоверная. А крышки у них. Эти пяти столбов. Золотые. Это видно листовое золото. Мы уже даже не говорим. Что у нас были крючки. Золотые. На которых висел. Этот полог. При входе. Шатер. И завеса. Тоже так висела. А делящая святилища святых. Тоже на золотых крючках. То есть вот сюда пошло золото. Это только само строение храма. Кроме этого. Из золота. Мы сделали что? Ковчег естественно. Там в ковчеге находился деревянный ящик. Который вставлялся в один золотой ящик. Внутренне у него вставлялся. Деревянный ящик. Золотой ящик. И на ребрах ковчега. Крепились кольца. На которых его носят. В кольца вставлены были шесты деревянные. Покрытые золотом тоже. Это тоже очень крепкие. Потому что ковчег это тяжелейшее. Что невероятное. Кроме того. Из чистого золота. Без дерева. Была сделана крышка ковчега. И наши мудрецы пишут. Толщиной 7,5 сантиметров. То есть тяжелейшее это было изделие. И на ней были вырублены прямо из крышки. Это из одного углы. Это все изделия. Крувы. Это мальчик и девочка. С крыльями. Которые на всю длину ковчега. Ковчег размером. Метр 25 сантиметров. На 75 сантиметров ширины. 75 сантиметров высоты. Вот такое огромное количество золота пошло на этот ковчег. Потом написано. Идет стол с хлебами предложения. Этот стол стоял напротив завесы. За завесой получается. От ковчега он стоит. В самом храме. Ковчег стоит святая святых. И этот стол. На нем такая этажерка. Двухсторонняя. И на ней лежит 12 хлебов. Он сделан из акафии. Весь покрытый золотом. А вот эти этажерки. Все полки. Все это выполнено из золота. Потом. Тора говорит нам о светильнике. О миноре. Семисвечник. Который сделан из слитка золота. Вырублен он был. Невероятная сложность и работа. В него 6 ветвей. И ствол. Получается семисвечник. Золотой минора. Это чистое золото. И все принадлежности. Тоже из чистого золота. Потом из золота сделали что? Маленький жертвенник. Для воскурения благовоний. Сделали его из акафии. И покрыли чистым золотом. И сделали на нем выступы. Как типа рога жертвенника. И на всех этих изделиях. И на копчели. И на столе. И на жертвеннике. Был венец. Какая-то корона идет. По периметру. Сделанная из чистого золота. Тоже это все золото. И шесты стола. Были деревянные покрыты золотом. И шесты на которых носят жертвенник. Тоже были покрытыми золотом. И честно шест на котором носят минору. Тоже. Это чистое золото. Мы практически перечислили все изделия. Которые были из золота. Может что-то забыли. Но вот так. И конечно. Если взять вот эти 29 хикаров. 730 шекелей. То это очень маленькое количество. Как это удалось сделать. Такого маленького количества золота. Столько изделий. Это трудно. Есть комментарий. Очень высокий. Какой-то. Раби. Садига. Оно было в Сленной памяти. Что он там расписывает. Тончайшее золото. Но он не расписывает. Как минимум 75 предметов. Не знаю почему. Скорее всего. Это он. Как загадку ставил своим ученикам. Расписал это все. Поставил толщину. Живое то ли написано. Если хотите. Почитайте. И естественно. Эти размеры все там указаны. Если взять что. Добавить эти 75 предметов. Да еще и крючки. Которые. Я сегодня говорю. Что там еще крючки были. Которые он тоже не пишет. Еще 9 крючков. Как минимум. То тогда это будет 84 предмета. То тогда конечно. Должны эти изделия быть еще тоньше. Чем он написал. Но еще скорее всего. Это была загадка для его учеников. А не комментарий. Которые. То что мы читаем. Трудно бы сказать. Как он мог так написать. Скорее сдал загадку. Теперь посмотрим. Что было с серебром. Серебро тоже чудо не меньше. Он пишет нам Всевышний. Что собрали 100 кикаров серебра. И 1775 шекеля. Вот столько было серебра. Но 100 кикаров мы сразу убираем. Потому что Всевышний напишет. Что 100 кикаров. Потому что у нас 100 подножий. И его нет. Хорошо. Вот мы сделали 100 подножий. Которые нужны были. Для 4 столбов. Для завесы. И 96 подножий. Для 48 балок. Из которых стоит храм. Все. Это серебро ушло. И у нас остается всего. 1775 шекелей. Маше. Кстати. Даже забыл. Куда его на использоваться. Забыл. Что из него сделали. Обвили. Сделали нитки. Обвили. Там шатер. Забор. Храмовый. В общем. Куда использоваться серебро. Крови подножий. Получается. На остальное серебро. 1775 шекелей. Нам нужно было. Из него сделать что. Надо было покрыть. Все 60 столбов. Во дворе. Покрыли эти столбы. Во дворе. Их 60. И все столбы. Эти. Обвить. Этими серебряными нитями. Все. То есть. Понимаешь. 2,5 метра столбик. И как катушку сделать из нитей. Серебряных. Это не просто серебряная краска. Я покрасил. Нам расплющить листы. Были. Это серебро в листы. Вырезать нити. Покрыть. И мало того. Там были серебряные крючки. На которых держится сам забор. Который сделан из льна. Это краска неимоверная. Но надо было крючки сделать. И если нити были бы тем тонкие. Как бы держались крючки. Если не делятся с помощью этих нитей. Значит это тоже была какая-то толщина нитей. Что они крепость давали. Получается. Крючков надо было серебряных сделать. Как минимум. Чтобы оно держалось. На каждый столб по два. Это получается. Надо было 120 крючков. Изготовить. Нитями зашить. И колпаки серебряные. Это огромное количество серебра ушло. Как оно могло вместиться. Ну там пусть 25 килограмм серебра. Это 1075 шекелей. Если грубо так разделить. То есть 3000 шекелей. Это один кикар. А тут 1075. Ну не знаю. 25 килограмм может быть. Серебра. А у всего хватило. Чудом. Неимоверное чудо было. Что хватило. Если мы возьмем свою медь. То чудо тоже не меньше. Что написано. Что нужно было изготовить. Нужно было изготовить. Первое. Это у нас пошли подножия медные. На входе в сам шатер. Можете представлять. Золотые нити. Это были на столбах этих. Которые вставлялись в эти. В медные подножия. Переходят один цвет с другой. Это на солнце светилось. Невероятная красота. Трудно себе даже представлять. Как это вообще выглядело. Вот. Пошли у нас 5 подножий. Потом 60 подножий для столбов вокруг двора. Получается 65 подножий медных. И потом. Из него же изготовили. Жертвенник. Медный. Он не маленький. 2,5 метра длиной. 2,5 метра шириной. Высотой получается 1,5 метра от 3 локтя. И на нем решетка. Медная сетка. В общем. Тоже не маленькое изделие. И в нем шесты. И кольца, которые вставляются эти шесты. Шесты тоже покрытые медью. Вот это ушла в медь. И так и пишутся. Вот эти изделия. Что я перечисляю. Вот из меди пошли. И колья. Которые. Которые. Служат для того, чтобы веревками натянуть. Вот эти изделия. Чтобы столбы хорошо стояли. В подножия вставили. И веревками растянули. То есть получается на каждый стол. Нужно 4 веревки. Чтобы растянуть. И прикрепить их за колья. Как палат натягивается. То есть если 60 столбов на 4. 240 кольев надо было вбить. Это же не какое-то маленькое что-то. Чтобы держалось. Значит на большие было тоже. Много туда бы ушло. Много ушло бы туда меди. И колья. Нужно для того, чтобы как палатку сделать 4 потолка. Растянуть в самом храме. Тоже у нас 4 покрытия. То есть первое. Из голубой шерсти. Багриде черницы. Или наскрючные. Второе из козьей шерсти. Третье из шкур бараньих окрашенных красноцвет. И четвертое из шкур тахашей. Красавица. Это неимоверно этот храм. В общем это все было отдают веревками. В общем вот это все описано. Заувальник ни слова куда пошло та медь. Наши мудрецы говорят. Что это же женщины сдали. Свои зеркала полированные. Вот туда ушло. Это медь. Которая уничтожена в этом весе. А меди пишется было 70 кикаров и для 1400 шекелей. То есть столько изделий вроде много. Тоже маловато как-то ее кажется. Не знаю. Ну впечатление что маловато написано. И когда вот эти все предметы что я перечислил. Уже перечислены. Вот впечатление что это. Потом начинаешь думать. Мы же еще не все посчитали. Да здесь написано. Но здесь нам все вышли вперед только это. Заувальник мудрецы сказали не учтена. А вот крючки. Которые соединяют козью шерсть между собой. Два полотнища. Одно идет полотнище. Состоит из 5 полотнищ. 30 локтей на 4. А второе из 6 полотнища. 30 на 4. То есть два громадных полотнища. И держались они вот за счет этих медных крючков. 50 медных крючков. Почему она не учитывается тоже нам непонятно. Ну второе так. У нас 5 глав на эту тему. 5 глав. Мы начинаем ее. Там получается. Трума. ТЦВ. Тесавая. Ель. Кудей. И если мы все вот это начинаем читать все главы. И понемножку записываем. Там мы поймем. Вот здесь нужны еще крючки. Здесь и это. И так когда мы все это прочтем. Тогда мы уже можем составить. Этот шатер. Так просто не сдастся Тора. Ее чтобы что-то добиться. На большом трудом это все брать. Так просто не сдастся. И раз. Един раз слышал. Рав Айзенман. Есть такой рав. И он говорит. Что его друг инженер. Попытался такой макет сделать в храм. Все расчертил. Сделал. Все постарался сложить. Досконально. Все высчитал как мог. Не получилось. Не получилось. Когда Маше изготовил весь шатер. Всевышний показал чертеж. Все досконально. Он его семь дней разбирал, собирал. Он не мог четко его сложить. Он тоже не мог это сделать. Пока Всевышний на восьмой день. Пожалел. И сделал. Пожалел нас. И сделал нам храм. Все. Он его собрал. Замкнул этот центральный засол. И храм заработал. Вот так вот. Но это лаваш мини будет. А на сегодняшний день наш урок заканчивается. Урок был дан за понятие Тушим. Мойша бен Давид. Берта бот Исраэль. Памяти Яков бен Нахун. Главир бен Григорий. Павел бен Ефим. За здоровье. Шолом Йона бен Сара. Светлана бот Клара. Инна бот Мира. Шимон бен Эсхак. Борис бен Мария. Анна бот Римка. Полина первая бот Соня Сура. Лена бот Клара. Женя бот Ида. Анна бот Елена. Ефим бен Стер. Двойра бот Мирям. Моисей бен Ева. Ирина бот Войра. Осип бен Раиса. Инесса бот Маэль. Верим бен Берта. Евгений бот Ита. Фира бот Анна. Геннадий бен Елена. Мойша бен Маня. Елена бот Инесса. Ольга бот Светлана. Йосиф Дан бен Сара. Таня бот Фрида. Ида бот Рива. Малка Рут бот Соня. Юлия бот Белла. Яков Йосиф бен Рахель. Шимон бен Мира. Ида бен Хая Авива. Ефим бен Сони. Майя бот Фаина. Клара бот Броня. Алексей бен Ольга. Гая бот Сарид. Мазан браца с Гула. Ирина бот Ури. Орона ря бен Ури. За хороший дух. Орона ря бен Двой. Роднись бен Ахума. Мегай бот Сара. Хана бот Абрагам. Рафаэль Ариэлей бен Лариса. Парасай Брюд. Лагер бен Рая. Марина бот Рая. Анна бот Александра. Борис бен Марина. Алексей бен Наталья. Всего хорошего, Олегу Марченко. Всем браха. Парнасакова нам мазал то, что мы это время не грешили. Учили ТОР. Всем желаю крепчайшего здоровья. И пусть закончится страшная война. До следующих встреч. Надеюсь, настоится завтра в 10.40. Шалом.